Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Тарамобил на Янаульской 1А Совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения и причинением значительного ущерба гражданину Из тюрьмы в зал суда в криминальной биографии бывшего полицейского появился новый эпизод В сентябре прошлого года 32-летнего переполномоченной, занимавшейся поимкой мошенников, решил подзаработать Он доставил в отдел местного жителя и заявил, что тот причастен к преступлению И даже доказательства есть, хотя это было не так Испугавшись получить срок за то, что не совершал, мужчина согласился отдать 120 тысяч рублей Эту сумму запросил предприимчивый полицейский и был очень убедителен Да и как не поверить, человеку в погонах По роду своей служебной деятельности был осведомлен об обстоятельствах расследования уголовного дела И использовал свое служебное положение сотрудника полиции, чтобы оказать давление И вынудить его незаконно передать денежные средства Тем самым совершил хищение денег на общую сумму 122 тысячи рублей Которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению Напомним, бывшему борцу с мошенниками закон приступать не впервой Осенью того же года он трижды вымогал от 20 до 30 тысяч рублей у других жителей города Убеждал людей, что тем грозит тюрьма, а если заплатят, то он закроет уголовное дело Двое так и поступили, а третья сообщила о жадном до чужих денег полицейском В июне ему огласили приговор и назначили два года колонии общего режима А теперь к прежнему сроку прибавили еще По совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием Назначено по приговору Нефтекамского городского суда от 6 июня 2018 года Окончательное наказание назначить в виде двух лет шести месяцев лишения свободы В исправительной колонии общего режима Два с половиной года лишения свободы Шесть месяцев из них подсудимый провел в СИЗО, ожидая вынесения первого приговора А согласно новым нормам, день в СИЗО равняется полутора суткам в колонии общего режима Еще часть срока с июня по ноябрь он уже провел в тюрьме А после освобождения экс-полицейскому будет запрещено работать в органах внутренних дел на протяжении трех лет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова